Добрый день! В прямом эфире телеканала Юрген программа «Рабочий полдень» в студии Екатерина Борша и начнем с парочки новостей. В Москве завершилась всероссийская спартакиада спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата для учащихся 14-18 лет. В спартакиаде приняли участие около 150 человек из 20 регионов страны. В республике Коми представляли 4 атлета из Усинска. Мефодий Борда завоевал золотую медаль в соревнованиях по бочи, в состязаниях по армспорту. Бронзу домой увез Усинс Глеб Ванунукайнин, а у шахматистов серебро досталось другому, нашему спортсмену Даниилу Коблову. Еще одна новость. С конца ноября проходит культурная акция «Добрый Новый год». В программе запланированы новогодние театрализованные представления для детей с участием персонажей Коми-фольклора. Райды, Ягморта, Войпеля, Первый богатыря. Каждому юному участнику будут вручены подарки. Для молодежи и взрослого населения сказочный новогодний волшебник предусмотрел вечерние концертные программы профессиональных коллективов и исполнителей. Разгуляйся душа ансамбля народной музыки Зарни Юль и заслуженные артистки Коми Виктории Пыстины. Молодежные программы с участием ухтинской группы United Beat и сыктывкарской кавер-группы Lime. Творческая группа передвигается по республике на поезде Северное Сияние. 5-6 декабря посетит Воркуту, 7-го декабря Инту, 8-го декабря Печор, 9-го, 10-го декабря Устинск и 11-го декабря Ухту. И к теме нашего эфира. Сегодня мы говорим о социальной реабилитации особенных людей, людей с инвалидностью. На примере работы отделения номер один Центра соцзащиты населения города Сыктывкара. Я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Это заведующий социально-реабилитационным отделением номер один Центра соцзащиты населения города Сыктывкара Елена Дизганова. Добрый день. Добрый день. Психолог отделения Юлиана Цуркан. Здравствуйте. И клиент отделения, очень постараюсь правильно выговорить, Мавзюда Усмановна Исламова. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. А нашим телезрителям по традиции напоминаю, что работаем мы в прямом эфире 469060, телефон прямого эфира. С вашими вопросами к гостям, пожалуйста, обращайтесь с удовольствием, на них ответим. Елена Владимировна, наверное, вы начните с презентации. Где находится отделение, какие услуги предоставляются, чем вы вообще там занимаетесь? Здесь занимаемся, да. Социально-реабилитационное отделение номер один Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города. Сыктывкара. Оно располагается по адресу улица Тиндюковская, дом 103. Наши контактные телефончики 517253 и 513414. Я думаю, мы к члене Кира еще напомним, потому что ту информацию, которую мы сегодня расскажем, если она вас заинтересует, а я уверена, что она вас заинтересует, как раз-таки можно будет по этим телефонам и адресу, и обращаться. Обратиться, да. Итак, чем вы занимаетесь? Ну, отделение у нас создано в первую очередь для проведения оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий, как вы уже сказали, для граждан с инвалидностью и граждан пожилого возраста, которые сохранили способность самообслуживанию или частично ее утратили. Вот для этих целей у нас как раз создано наше отделение. Какие-то разработаны программы, в каких направлениях определенных действий? Или вот как вот? Сегодня у меня настроение, вот делаем вот это вот, вот как? Нет, обязательно мы работаем по определенным программам. Граждане с инвалидностью, которые к нам могут прийти, они могут прийти по индивидуальным, по выпискам из индивидуальных программ социальной реабилитации или абилитации инвалида, которые выдаются в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы. То есть люди, которые с этим столкнулись, они понимают, о чем идет речь, да? Или нужно будет как-то пояснить? Да, 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 они понимают, о чем идет речь. Ну, вернее, понимают каждый гражданин, который получил инвалидность. У нас здесь, в городе Сыктывкаре, или прошел переосвидетельствование по инвалидности. Им на руки выдается индивидуальная программа социальной реабилитации и абилитации инвалида. В данной программе прописаны различные мероприятия по реабилитации. И в частности прописаны мероприятия по социальной реабилитации. Социальную реабилитацию оказывают как раз наши учреждения в трех отделениях социально-реабилитационных. Ну, первое, как мы уже сказали, это наше социальное реабилитационное отделение номер один по адресу Тиндюковская, 103. Также у нас есть социальное реабилитационное отделение номер два, которое располагается в поселке Краснозатонский по адресу Белинского, 7. И социальное реабилитационное отделение номер три, оно располагается в местечке Лесозавод по адресу Лесозаводская, 15. Во всех трех отделениях граждане, которые имеют инвалидность, могут получить мероприятия по социальной реабилитации. А вы расскажите, как вы познакомились с отделением? Как давно это произошло? Это произошло в этом году. У меня после серьезных очень операций я не могла длительное время ходить. Страшная депрессия была, задыхалась. И вот как-то надо было жить, что-то делать. И я просто случайно услышала, что есть такое недалеко от моего дома, такое учреждение. И вот, можно сказать, доковыляло сопровождение. Ну, это действительно так. В сопровождении своих родных до этого учреждения. И, вот знаете, сразу же бросилась в глаза вот эта вот теплота, доброжелательность тех людей, которые там работают. И сразу же они мне предложили индивидуальную программу реабилитации, по которой я, в общем-то, работала. Вот физкультура в обязательном порядке. Потом, значит, скандинавское плавание. Вот, и буквально за месяц они меня подняли на ноги. Раз была депрессия, Юля, наверняка с вами пересекалась, да? Значит, далее, да. Далее, значит, вот с Юлианой мы тоже… Есть у нас такая комната хорошая, где можно снять вот эти все стрессы, все-все-все. И вот она буквально вот душу полечила. Что за комната-то? Расскажите нам. В отделении находится комната, получается, сенсорно, со всем вот этим вот оборудованием, которое предусматривается, да? То есть музыка, свето и цветотерапия. Как раз-таки для людей, которые находятся либо в депрессивных состояниях, либо пережили какие-либо стрессы. А там как работать с этим оборудованием? Просто сидеть и наслаждаться жизнью или все-таки какие-то манипуляции делаются? В какой-то степени можно и наслаждаться жизнью, но перед именно посещением сенсорной комнаты идет консультация, да? То есть на консультации мы выясняем, действительно ли человеку требуется именно снять напряжение, либо же у него, может быть, какие-то другие проблемы, да, с которыми он пришел. Вот. И в сенсорной комнате, в такой затемненной обстановке, со спокойной музыкой и как раз-таки голосом психолога, под определенный текст, текст, вот, у нас происходит именно снятие психоэмоционального напряжения. То есть вот посредством именно такого влияния. А обычно, вот, казалось бы, граждане с инвалидностью, такое вот, как бы, слово сухое очень, обычно приходят с одинаковыми проблемами или люди разные и у людей разные психологические проблемы? Ну, само собой, каждый человек, который обращается к нам в отделение, приходится со своими какими-то ситуациями, которые он хочет разрешить, либо же проработать. И мы вот действуем как раз-таки в индивидуальном формате. То есть каждый человек индивидуально обращается к психологу по требованию, и потом уже направляется на физкультуру, предположим, либо вот заняться творчеством каким-либо, да? Либо именно на организацию каких-нибудь социокультурных мероприятий, то есть какие-нибудь выезды на всякие предприятия с другим специалистом. Творчество — это как раз-таки, получается, часть реабилитации, да? То есть не просто так здесь представлены работы, да? Существует четыре вида социальной реабилитации. Первый вид как раз относится к социокультурной реабилитации. В социокультурную реабилитацию как раз входят те оздоровительные мероприятия, про которых уже сказала мы всегда, Усмановна. Во-первых, у нас есть небольшой спортивный зал с оборудованием. Там находятся фитболы, гантели, гимнастические палочки. У нас есть коврики для занятий. И с этим оборудованием специалист по социальной работе, по физкультуре проводит общее укрепляющее упражнение. Также вот осуществляются прогулки, скандинавская ходьба. Мы сотрудничаем с одним из бассейнов города Сыктывкара. Еженедельно осуществляем выезды в бассейн и специализированный тренажерный зал для инвалидов. Вот это что касается общеоздоровительных таких мероприятий. Второй блок — это у нас, конечно же, занятия по декоративно-прикладному творчеству. Вот как раз представлены изделия, изготовлены нашими клиентами. Ну какие у нас в технике существуют? Это квилинг, орегами, лоскутное шитье, вязание, кройка и шитье. Клиенты отделения сами друг друга обучают? Нет, нет. У нас есть специалист по социальной работе. Влюблённый в это дело. Да, влюблённый в это дело. Есть творческая мастерская. И вот на базе творческой мастерской как раз своими руками наши клиенты изготавливают такие изделия красивые. И ещё одним направлением нашей работы — это организация праздников, экскурсий. Экскурсии мы осуществляем не только в пределах города Сыктывкара. Но, конечно же, мы в городе Сыктывкаре сотрудничаем с различными культурными учреждениями города. Это и национальные библиотеки, и национальная галерея, национальный музей. Но также мы ещё выезжаем на предприятия города. То есть на предприятии… Изучаете профессии, получается. Ну не только профессии, есть, допустим, музей познавательного характера, да, музей МВД, кабинет истории ГИБДД, достаточно тоже интересно. Выезжаем в совхоз пригородный, да, то есть нам показывают, как выращивают овощи в нашей республике. То есть это носит такой больше познавательный характер. Это уже недельные экскурсии. Еженедельные. И следующее вот такое-таки мероприятие, которое мы организуем, это организация концертных программ. К нам приходят артисты и театр оперы, балеты выступают на нашей площадке, и артисты драматического театра. Работаем с творческими коллективами всего города и детскими коллективами города, которые приходят и для наших клиентов нашего отделения, готовят концертные программы. Достаточно вот интересное такое направление работы. Ну для того, чтобы лечить душу и восстанавливаться, можно и слушать хорошие песни, посещать концерты, что-то делать своими руками, а еще можно вкусно поесть. Вашему вниманию я предлагаю несложный рецепт салата. Сегодня мы приготовим с вами очень вкусный и полезный салат из рукколы и морепродуктов. Для салата нам понадобится непосредственно салат руккола, морепродукты. Сегодня это у нас креветки и несколько маленьких осьминожков, хотя они могут быть совершенно разными. Это могут быть и пермары, и просто креветки, ну все что угодно. Также мы в салат положим помидоры черри и перепелиные яйца. Лимон нам нужен для заправки салата, который мы также заправим еще и оливковым маслом. Жарим наши морепродукты на разогретой сковороде на оливковом масле. От пущего вкуса и аромата в оливковое масло мы добавим в раздавленный зубчик чеснока. Шкулку можно тоже не снимать. Сейчас немножко температура. И высыпаем туда наши морепродукты. Так, морепродукты готовятся очень быстро. Здесь очень важно их не пережарить, иначе они станут сухие, осьминожки станут резиновые. Поэтому жарим очень быстро. Пока креветки и осьминоги наши жарятся, мы начнем резать помидором черри на салат. Режем наполовинки и сразу кладем в салат. Также наполам мы режем перепелиные яйца. Теперь осталось добавить в наш салат морепродукты жареные и заправить его. Заправляем мы наш салат немного морской соли. Немного черного перца. Оливковое масло. И сок четвертинки и лимона. Четвертинки или кому нравится больше, можно положить больше. И теперь мы перемешиваем наш салат прямо руками. Так, наш салат готов. Приятного аппетита! Вам на заметку вкусно и полезно. Мы продолжаем наш разговор. Вы говорили, что программа индивидуальная. Каким образом она разрабатывается? Это группа людей или к вам, например, попадается, человек приходит, и вы решаете, что мы такие-то, такие-то пункты берем? Нет, не мы сами решаем, в индивидуальной программе прописаны виды реабилитации, которые полагаются конкретному человеку. Ага. То есть они уже приходят к вам с готовой программой? То есть вы ее только соблюдаете? Нет, это готовая программа, все правильно. Мы только свои мероприятия подводим под эту программу, чтобы человек мог получить все виды социальной реабилитации, которые у него прописаны. Помимо, как мы сказали, социокультурной и социально-психологической реабилитации, еще существует социально-средовая реабилитация. Это третий вид социально-средовой реабилитации. Это консультирование как раз граждан с инвалидностью по тем мероприятиям социальной реабилитации, которые прописаны в их программах. Это консультирование юрисконсульта нашего учреждения по необходимости. по запросу. Это консультирование граждан с инвалидностью о социальном обслуживании на дому. И также обучение, пользование техническими средствами реабилитации. Хотелось бы отметить, для жителей города Сыктывкара в социально-реабилитационном отделении номер один функционирует пункт проката технических средств реабилитации, где граждане могут взять во временное пользование техническое средство реабилитации, такие как костыли, трости, противопролежные вещества, ходунки по социально низким ценам. Еще раз хочу напомнить, что пункт проката технических средств реабилитации находится по адресу Тинтиковская, 103, телефончик 51-72-52. Программа, насколько она продолжительная? Или это уже какая-то пожизненная? Ну, есть это все индивидуально. У кого-то инвалидность оформляется бессрочно, у кого-то инвалидность оформляется на определенный срок, от года до трех. И непосредственно социальную реабилитацию гражданин уже может выбрать, ну, так скажем, период прохождения социальной реабилитации по своему выбору, да, в плане того, что месяц, два, три он будет посещать. Ну, так у нас отделение формирует 10 заездов в год. Каждый заезд, он длится один календарный месяц. И, значит, работает у нас отделение в две смены, конкретно наше социально-реабилитационное отделение. Первая смена — это с 9 до часу, когда предоставляются услуги по социальной реабилитации. И вторая смена — с 14 до 17.30. И можно уже выбрать, так скажем, месяц, когда можно получить социальную реабилитацию. И, конечно же, смену по желанию клиента на выбор. Ваше отделение, любой житель города Скотовкар, может, я имею в виду, кому приходило такое уведомление? Или привязка по прописке, например? Нет, привязки никакой нету абсолютно. Если человеку удобно? Да, по территориальному, так скажем, удобству, где проживает человек. Если ему удобно, ближе, конечно, в лесозавод, он идёт на лесозаводскую 15. Если человек проживает в Красном Затоне, в Максаковке, соответственно, удобно посещать социально-реабилитационное отделение номер 2, Нобелинского 7. То есть привязки абсолютно по адресу нету. А вы сколько времени ходили, посещали? Я сюда к ним попала с февраля 2017 года. И вот по сей день, в принципе, ежемесячно хожу. То есть уже какое-то определённое направление? Я уже сторожил в данном учреждении. И очень приятно, что как-то вот видишь результаты на себе, что я действительно стала более интереснее мне жить стала. Друзья новые появились. Вот здесь ещё Елена Владимировна не сказала, что у нас даже любители попеть, есть хор, пожалуйста, и музыка, и всё, в общем-то. Вот интересные такие моменты, конечно. А что у вас самое-самое любимое? Знаете, я в 9 часов прихожу и ухожу в час, и даже не хочется уходить. У меня всё там нравится. Мне нравятся профессионалы, которые там работают. Общение с такими же клиентами, как я. То есть это как кружок по интересам в итоге получается? Ну, получается, да. Уже как-то вот группы какие-то у нас создаются. Что вот, например, на физкультуру, ой, вдруг она не пришла. Почему не пришла? Уже начинаешь звонить этому человеку. Что там случилось с тобой? Вот такие вот группы у нас уже есть. То есть если 10 заездов по 2 смены, это можно в течение года повторяться? В течение года можно повторяться. Да, и как сказал Мазида Усмановна, у нас действительно существует три группы, подразделения на три группы. Первая группа — это социально-оздоровительные граждан пожилого возраста и инвалидов, куда входит, в принципе, комплекс всех мероприятий, которые у нас проводятся в отделении. Вторая группа у нас — социальные реабилитации молодых инвалидов с ментальными нарушениями. Есть у нас и такая группа. И как раз третью группу мы формируем теперь с июня 2017 года, как стали работать как раз по социальной реабилитации, по выпискам из индивидуальных программ реабилитации. Значит, те граждане, которые как раз пришли на мероприятия по социальной реабилитации согласно индивидуальных программ реабилитации. Ну, своих индивидуальных программ. То есть три группы, они у нас в течение месяца как раз и работают. Ну вот население нашей республики уже много наслышано о работе психологов и знает, что если есть какие-то сложности, можно обращаться к специалистам. Но вот, к сожалению, не у всех есть возможность добраться. Вот вы под ручку с родными, да, добирались, было сложно, да? А есть же те, кто не может. Вот как быть в этой ситуации? Ну, у нас сейчас как раз-таки, ну, относительно недавно у нас велась вот эта вот услуга, это патронаж. То есть выезд именно специалиста, психолога, да, на дом к клиенту, который не может по какой-либо причине как раз-таки нас посетить. Мы, получается, созваниваемся с клиентом, назначаем время и дату, когда ему будет удобно. И вот как раз-таки специалист выезжает к нему для решения его каких-либо психологических проблем, да, либо помощи в чём-либо, может быть, сориентировать. Также мы можем выехать не только, получается, как психолог, да, один, вот он может выехать со специалистом нашего отделения, предположим, с юрист-консультом, да, если нужна какая-либо юридическая консультация. И также специалист по физкультуре у нас также может выехать на дом, вот, по услуге патронаж, тоже для какой-нибудь левого ориентирования клиента, вот, в ситуациях, да, как ему можно помочь, либо просто для консультации. То есть такая услуга у нас тоже есть теперь. Сенсорная комната – это, ну, отличное место, да, и вот вывезти оттуда не получится. Вот есть ли возможность какой-нибудь, там, не знаю, социальное такси, чтобы привезли человека, чтобы он смог всё-таки посетить эту комнату, вот, какие-то, вот, выходы добраться всё-таки до вас? Да, у нас есть социальное такси, которое осуществляет, значит, свою работу для граждан с инвалидностью, как раз находится, значит, обращаться можно по вопросу социального такси по адресу Карла Маркса, 227 и телефончик 24 89 50. Кому необходимо, пожалуйста, можете воспользоваться данной услугой. На телеканале Юрген продолжается проект «Спасти ребёнка». Родион за два года перенёс 12 курсов химиотерапии, и в федеральном центре имени Блохина ему протезировали часть ноги. Но недуг не сдаётся, и Родиону нужно новое лечение в Москве. Нужны деньги на проезд, проживание в столице, на лекарства, которые не входят в перечень бесплатных, и, возможно, на платное обследование. А у мамы, которая воспитывает сына в одиночку, больших средств нет. Мальчик сегодня мечтает вернуться в спорт. Даже несмотря на боли в спине, он продолжает заниматься на тренажёрах. В наших силах помочь. Отправьте смс на номер 7715. В поле сообщения впишите слово «КОМИ», «Пробел» и укажите сумму пожертвования. Подробные информации об акции и организаторе на сайте фонд-силодобра.рф или по телефону, указанному на экране. А сейчас прервёмся на небольшую рекламу. Рабочий полдень вновь с вами. И сегодня мы говорим о социальной реабилитации особых людей, людей с инвалидностью. И напомню, что гости нашей студии – это заведующие социально-реабилитационным отделением номер один Центра соцзащиты населения города Соктовкара Елена Зизганова, психолог социально-реабилитационного отделения Юлиана Цуркан и клиент отделения Мавзюда Исламова. Мы проговорили, вкратце, конечно, проговорили. Понятно, что если вам нужна полная информация, то лучше подойти в отделение. Проговорили немножечко, рассказали о социокультурной реабилитации, социально-психологической, социально-средовой. И у нас ещё осталась социально-бытовая. Давайте о ней расскажем, что туда входит, что это такое. Социально-бытовая адаптация – один из видов, одно из мероприятий, как раз прописанных в индивидуальной программе инвалида. Социально-бытовая адаптация – это консультирование граждан и членов их семей по адаптации жилья под нужды инвалидов. Также сюда входит обучение навыкам самообслуживания, если они утеряны, эти навыки самообслуживания вследствие болезни или травмы, или инсульта, и также обучение навыкам поведения в быту на базе функциональной квартиры для лиц с инвалидностью. Это такая экспериментальная площадка, где можно познакомиться и обучиться пользованию малыми техническими средствами реабилитации. Малые технические средства реабилитации входят в специальные ножи, ложки, вилки с держателями. Есть специальные удобные захваты, малые захваты. Есть средства реабилитации, такое как помощь надевания носков, помощь надевания рубашек, биджаков и так далее. То есть можно с этим познакомиться, обучиться, как этому пользоваться в нашем отделении. Как раз обучиться можно. Также в нашей функциональной квартире есть функциональная кухня с лифтовыми механизмами, с определенными, которые помогают в быту как раз людям с инвалидностью. Функциональная кровать, которая с помощью пульта управления может поднять или из голови, или из ножи. Эта кровать в основном актуальна для граждан, которые находятся на постоянном постельном режиме. И также у нас оборудован санузел и душевая как раз специальным оборудованием, которое можно увидеть и также оборудовать свою квартиру гражданам с инвалидностью. Как раз вот для ванных, душевых и так далее. Специальное оборудование есть такое. То есть все-таки вот это все оборудование, это прямо у вас в отделении? Это прямо у нас в отделении, да. Есть функциональная квартира для лейтинга. И насколько активно пользуются? Достаточно активно, особенно по программам индивидуальной реабилитации. Также, как мы уже озвучивали, у нас есть группа молодых инвалидов, группа социальной реабилитации молодых инвалидов с ментальными нарушениями, где проходят занятия, вот в этой функциональной квартире проходят занятия по обучению навыкам поведения в быту. Ну что это значит? Это, можно сказать, те же самые уроки труда. Да, то есть мы готовим там салатики, мы варим там овощи непосредственно для приготовления каких-то блюд. Самые такие вот простейшие обучения с самым простейшим навыком самообслуживания. Как заварить чай, как накрыть, сервировать стол. Также готовим горячие, холодные патрульпроды. То есть, ну вот в таком, скажем, такие мероприятия проходят в этой функциональной квартире. Помимо того, что это как демонстрационный комплекс, также он используется и функционально. А вот те группы занимающихся клиентов, три, да, которые были, они каким-то образом пересекаются между собой? Вот как-то видитесь вы с другими? Может быть, например, вы можете помогать молодым инвалидам? Вот как-то так вот. Конечно. Молодым инвалидам. Так вот я с ними очень дружу. Да. На общих мероприятиях. Когда у нас проходят концертные программы, когда мы выезжаем на экскурсии, конечно же, происходит взаимодействие как молодых инвалидов, так и граждан, посещающих вот группу социально-оздоровительную и третью группу для граждан с инвалидностью, которые пришли к нам для мероприятия по индивидуальной программе реабилитации. Вот внутри все очень интересно оборудовано. А как быть с доступностью? Вот прям подняться-то к вам удобно? Очень удобно. У нас отделение по программе «Доступная среда» оборудовано элементами доступности для всех категорий маломобильного населения. У нас очень для… Как раз-таки можно на экране увидеть, да? Да. У нас очень удобный пандус. Входные группы дверей, они у нас открываются автоматически. Кроме того, они широкие, я смотрю. Они широкие, да. И они открываются автоматически. У нас есть кнопка вызова персонала. Если самостоятельный инвалид не может зайти в наше помещение, то у нас есть закрепленные специалисты по социальной работе, которые помогут войти. Достаточно нажать только кнопочку вызова персонала. Для граждан, которые слабовидящие, у нас по всему отделению расположена тактильная желтая разметка, да, специальная, по которой можно передвигаться слабовидящим по нашим помещениям. Также, извините, около каждого кабинета расположен звуковой информатор, который озвучивает название кабинета. Да. И обязательно рядышком вот видите вот такой звуковой информатор. И хочу обратить внимание, тут была показана индукционная петля. Индукционные петли у нас две расположены в наших помещениях. Они для слабослышащей категории инвалидов и слабослышащей категории людей. То есть индукционная петля, она как раз оглушает посторонние звуки при общении специалиста с клиентом. То есть клиенту достаточно комфортно, особенно если он находится в слуховом аппарате, вот ему достаточно комфортно общаться с нашими специалистами. Как человек бывалый. Вот скажите, вот если обратиться к нашим телезрителям, вот почему стоит воспользоваться услугами отделения? Вот зачем? Может лучше сидеть дальше дома? Ну, можно и дома сидеть, можно и на диване лежать. Но если активная жизненная позиция, все-таки мы еще активны, то, естественно, нужно приходить в этот теплый, действительно теплый дом. Откуда не хочется уходить, где тебе рады, где тебя встречают именно профессионалы, сотрудники, которые готовы помочь во всем. Я это испытала на себе. Давайте напомним, куда, по каким телефонам, кому можно воспользоваться этими услугами. Да. Граждан с инвалидностью и граждан пожилого возраста мы ждем для реабилитационных мероприятий в нашем отделении. Социальное реабилитационное отделение номер один находится в микрорайоне «Орбита» по адресу Тиндюковская, 103. Наши телефончики 517253 и 513414. Мы очень рады. Все-таки предварительно лучше позвонить, наверное, да? Или просто можно зайти? Нет, можно зайти. График работы у нас с 9 утра до 17.30 и обеденный перерыв с 13 до 14. Так что, пожалуйста, можно, соблюдая график работы, посетить наше отделение без предварительного звонка. Лучше прийти. Лучше прийти и уже оттуда не уйдешь. Ага. Своими глазами впечатлиться. Спасибо большое, что пришли в студию. Всего доброго. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь до завтра. Увидимся ровно в рабочий полдень. Субтитры подогнал «Симон»!